Севастопольское информационное бюро Первые новости города Сегодня мы подводим итоги Севастопольской недели В студии Кирилл Попов, здравствуйте Эта Севастопольская неделя была достаточно разнообразной в плане событий Самая светлая из них это, конечно, встреча дня крещения Господня Все-таки в нашем городе находится древний Херсонес Колыбель русского православия, где принял крещение князь Владимир Это начальник нашего спасения для русского человека Это человек, который пришел на эту землю, где мы с вами стоим Чуть более тысячи лет назад, в 1988 году И принял здесь крещение Здесь же крещение приняла его дружина Совсем не вдалеке от того места, где мы находимся Во Влахерской церкви иконой Божьей Матери Которая находится сейчас на кладбище всех святых Поэтому это эпохальное событие Важнейшее событие для нашего государства Для нашего народа Поздравить верующих с праздником крещения Господня приехал и председатель законодательного собрания Севастополя Нам хватит сил преодолеть эту пандемию, этот вирус Нам хватит терпения, силы духа И пусть вера в лучшее, надежда Станет опорой для всех нас в это непростое время Желаю всем гармонии, мира, согласия, душевного равновесия Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия С праздником! В этом году в Севастополь пришел настоящий крещенский мороз Однако холод и непогода не остановила горожан Которые пришли 19 января на берег Херсонеса Как водичка? Скажите, пожалуйста Супер! Класс! С праздником всех! Мы всегда купаемся в прохладной воде, поэтому для нас это не новость Это праздник, который дает бодрости, сил Силы, немножко перестраивает организм Это вообще прекрасно Попробуйте! Долго не заходил в море Ну и необыкновенный какой-то эффект, наверное, божественный все-таки сходит Я вот только так думаю, дается Потому что зайти, преодолеть себя немножко в этом Хотя бы в этом послужить Господу Для меня это чисто ощущение Бога и очищение Вот для меня откровенно Все переполняет Необыкновенное чувство И рад за то, что я здесь Всегда у меня, когда получается Я всегда приезжаю сюда Именно в это место Хотя я здесь не живу Вот и получаю наслаждение От того, что здесь собираются люди От того, что они радуются вместе То есть коллективом И благодарят Бога В праздник крещения Господня Традиционные купания прошли по всему Севастополю Не исключением стала и бухта Казачья Воды здесь осветили накануне, вечером После службы в храме святителя Филиппа Тогда же в них успели окунуться первые верующие Двенадцатый год купаюсь Мне очень нравится Ну и держу традицию И как самочувствие после такого? Замечательно Вообще ни разу не болел даже Прекрасное ощущение А часто купаетесь? Купалась часто Всю зиму купалась Лето, полностью год Каждый год Не изменяем традиции И как самочувствие? Отличное Вышел как святой На берегу бухты Омега Сошлись воедино два крестных хода Из храма святителя Николая И храма во имя святой Блаженной Матроны Московской Это день крещения Господня Первый в истории храма Все с крещением Еще раз, братья и сестры Милости Божьей, помощи Божьей Нам всем надо поймать то, что Господь всегда вместе с нами Никогда не с ней оставит Всегда будет с нами И в радости, и в горе И во всех наших жизненных обстоятельствах Только нам главное Его не забыть Это наша задача Жизненная Как православного человека Молиться Возносить свои молитвы Богу За все благодарить За все просить И никогда его не забывать Потому что мы все знаем Господь нас не забывает Не оставляет Еще раз скажу И мы об этом всегда должны помнить Ледяной ветер, снег и минусовая температура Воздуха не помешала севастопольцам окунуться Температура морской воды была 7 градусов Люди с радостью делились впечатлениями Рекомендую каждому А каждый год участвуете? Да А что движет? Я не знаю Наверное, что-то нужно в этой жизни делать Хорошее Ну вот, наверное, один из вариантов хороших дел Движет, да, как желание Искупаться, обновиться Это непередаваемое ощущение Надо ощутить Как водичка? Скажите, что чувствуете? Очень хорошо Что чувствуете? Бодро Праздник положен на веру Закаляетесь вообще? Нет, только сегодня Только первый раз вообще? Ну, вообще не первый раз в холодной воде Но на крещение первый раз То есть это день рождения? Да Ты уже окунулся? Да Что чувствуешь, скажи? Ну, прохладно было, конечно Но Я Закаленный И Каждый день рождения Моя папа Обливает водой И сегодня Я сходил сюда Чтобы попробовать Какие участвуете? Ну, нет, только пару лет Только начала Мне нравится Что заставило вас вообще? Ну, просто мне нравится Я, в принципе, купаюсь в этот период Периодически Закаляюсь Нравится? Особенное событие Произошло В ночь Богоявления В храме В честь иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец Двое военнослужащих Черноморского флота Совершили Таинство крещения Мы с друзьями Каждый год Ну, окунаемся В прорубь В собственном городе Где родились А здесь Просто в армии Как раз время есть Ну, и нам сказали То, что можно Здесь покреститься Еще и в крещении Ну, я согласился Купель при храме В честь иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец Уникальное место В городе Источник, над которым Возведена часовня Был обнаружен Православной общиной Будущего храма При осмотре местности По словам старожилов На этой территории Существовало Несколько источников Которые брали Своё начало От усадьбы Максимова дачи Здесь вода Она как-то Легкая, приятная Заходить, конечно Тяжело, холодно А после, когда выходишь Ощущаешь Какой-то Прылив В силу И привив Того, что Твой организм Ощущает В эту Вододать Уже 20-й раз Я купаюсь На крещение А здесь Купель Второй раз Ой, Орда Некрещающаяся Тебе Господи Также в этот день В Севастополе По традиции Совершили чинь Великого освящения Вот Чернореченского Водохранилища В Байдарской долине Священнослужители Провели особое Молитвенное Последование И крестный ход В церковной церемонии Принял участие Губернатор Михаил Разважаев Таким всех Севастопольцев От чистого сердца От души Поздравлю С праздником С крещением Это конечно Замечательный день Когда мы Приезжаем сюда На Чернореченского Водохранилища Это замечательная Севастопольская Традиция Когда Вот после Сегодняшней службы Можно открыть кран Из него будет Литься святая вода Ни в одном Городе России Такого нет Потому что Все воды Чернореченского Водохранилища Нашего главного Источника Водоснабжения Сегодня стали Святыми После службы Губернатор Также рассказал Журналистам О сегодняшнем Состоянии Чернореченского Водохранилища Сейчас уже Близки к максимальным Отметкам 56 миллионов Метров кубических Сегодня в Чернореченском Водохранилище И это значит Что в принципе При потреблении Даже максимальном Который в летний Период происходит Мы обеспечены Фактически До конца 24-го года Это если считать Что больше Ни капли воды В водохранилище Не попадет Тревожные события Недели К нам пришел Омикрон В понедельник Первые случаи Были выявлены В Севастополе И Крыму Известие об этом Появилось На сайте Роспотребнадзора В сообщении Говорилось Что Цитата Проводится Полный комплекс Противоэпидемических Мероприятий Больные Изолированы В инфекционный Госпиталь В индивидуальные Боксы Круг контактных Определен Они изолированы За ними Установлено Медицинское Наблюдение Конец Цитаты Заместитель Губернатора Севастополя Александр Кулагин Подтвердил Информацию Роспотребнадзора Также он Уточнил В настоящий момент В Севастополе Наблюдается Значительный Рост числа Заболевших Что характерно Для этого Генотипа Омикрон В связи с этим Мы призываем Севастопольцев И гостей города Обязательно Соблюдать Все меры Безопасности Носить маски Пользоваться Средствами Дезинфекции Соблюдать Социальную Дистанцию При проявлении Симптомов Респираторного Заболевания Избегать Контактов Напоминаем Что самым Надежным Способом Защиты От болезни И ее Тяжелого Течения Является Вакцинация И ревакцинация В связи Со сложной Обстановкой На заседании Оперативного Штаба По противодействию Коронавирусной Инфекции Было принято Решение Продлить В городе Режим Повышенной Готовности До 31 марта Губернатор Поручил Организовать Отдельный Вход В поликлинике Для пациентов С признаками ОРВИ Кроме того Михаил Развожаев Рекомендовал Руководителям Городских Предприятий По возможности Перевести Как минимум Половину Сотрудников На дистанционный Режим Работы Обязательная Самоизоляция Продолжает Действовать Для граждан Старше 60 лет Также Городские Власти Будут проверять Уровень Вакцинации Сотрудников Заведений Общепита Он должен Составлять Не менее 80% При этом Возвращать QR-коды Для посещения Общественных Мест Пока Не собираются Обведение Такой меры Попросила Руководитель Севастопольского Отделения Роспотребнадзора Анна Милюх Суточная Заболеваемость У нас превышает Среднероссийский На 16% Поэтому Я прошу При следующих Оперативных Штабах Рассмотреть Введение Ограничительных Мероприятий В части Допуска В торговые Центры Перенесших Заболевания Либо привитых То есть Введение QR-кодов Михаил Развожаев Считает Что введение QR-кодов Для посещения Общественных Мест Пока Нет необходимости Около 90% Севастопольцев Имеют Разрешительные Документы По сути У нас Весь город Фактически Имеет Соответствующие Документы Поэтому Дополнительные Административные Сдержки Нести Которые Очень трудно Администрировать Честно говоря Пока Я необходимости Не вижу Но Еще раз говорю Будем следить За ситуацией Если что Вернемся При последующих Рассмотрениях К этому вопросу Но пока Мне кажется Те меры Которые действуют Достаточно Заместитель Губернатора Города Александр Кулагин Сообщил Что Количество Заболевших Коронавирусом В нашем Городе Резко Увеличилось При этом Число Госпитализированных Пациентов Уменьшилось Суточный Темп Прироста Увеличился На 83% А средненедельный Темп Прироста На 50% То есть Явно Мы видим Увеличение Количества Заболевших В таком Очень Высоком Темпе Достаточно Серьезно Увеличился Мехаил Развожаев Поставил задачу Вице-губернатору Курирующему Сферу Здравоохранения Предусмотреть Резерв Коечного Фонда Для больных Коронавирусом Кроме того Губернатор Дал ряд поручений Профильным Структурам Местного Правительства Департамент Цифрового Развития Обязан Обеспечить Бесперебойную Работу Колцентра По коронавирусу Департамент Общественной Безопасности Повысить контроль За соблюдением Противоковидных Мер В общественных Местах Департамент Транспорта Проверить Соблюдение Масочного Режима В автобусах Департамент Здравоохранения Должен обеспечить Бесперерывную Работу Скорой помощи И разработать Порядок Привлечения Волонтеров К доставке Лекарств Пациентам Находящимся На амбулаторном Лечении По оценкам Специалистов Распространение Будет очень Быстрым Рост Будет большой Но при этом Нагрузка Будет на первичнику Серьезная Организационная Но тяжесть Будет ниже И вот Здесь Важно Конечно Максимально Корректно Спокойно Методично С людьми Отрабатывать И оказывать Помощь Особенно В легкой форме На дому Либо консультационную Либо уже Если при необходимости Соответственно Медицинскую Михаил Разважаев Решил лично Проверить готовность Севастопольских Поликлиник К волне Омикрона В анкерманском Филиале Больницы номер 9 Он поинтересовался Насколько эффективно В условиях Обострения ситуации С COVID-19 Организована работа Во взрослой Поликлинике В Анкермане Обновленной В 2019 году В медучреждении Сообщили Что все требования Безопасности Здесь выполняются Потоки пациентов Разделены Для граждан С повышенной температурой Есть отдельный вход А как вы здесь Почти делаете Я вот никому не сказал Идут температуры В поликлинике Безумно Центральный Почти Померили температуру Говорят Там Также Михаил Развожаев Посетил с инспекцией Поликлинику Первой городской больницы В медицинском Учреждении Организовали Отдельный порядок Приема людей С признаками ОРВИ Их постарались Максимально отдалить От других пациентов Ну вот здесь Допустим Понятно Первая поликлиника Первой городской больницы Очень востребованный Большой поток Где-то 250 посещений В смену Ну понятно Что очень узкое Маленькое помещение Для ожидания Ну вот условия Поликлиники Не позволяют Организовать по-другому Хотя все-таки Поставил задачу Подумать Как еще можно Расширить Потому что Если будет больше Пациентов Обращаться С температурой Конечно Вот в этом Тамбуре Как бы вы видели Сами там 4 квадратных метра Ну в общем Это неправильно И с точки зрения Самого же Того же ковида И неправильно С точки зрения Ну вообще Как бы удобства людей Которые придут Получать помощь Частичным выходом Из данной ситуации Губернатор видит Посещение врачами Больных с температурой На дому Там же медики Могут брать контрольный Мазок Для тестирования На коронавирус Сузить зону риска Должны температурный контроль На входе Учреждения Сферы здравоохранения Впрочем Определенная зона Ответственности Лежит на плечах Самих пациентов Считает глава города В первую очередь Речь идет О соблюдении Масочного режима Ну 99% Соблюдает По крайней мере Что прошел по коридорам Никто же там не Заставлял специально Перед моим проходом Надевать Люди сидят Ожидают специалистов Все в масках Это очень важно И это очень правильно Ну а наша съемочная группа Выяснила Опасаются ли Севастопольцы Этого нового штамма Для коронавируса Под названием Омикрон А чего бояться Ну придет придет Как пришел Так и ушел Вообще не опасаюсь А чего так? Ну не знаю Тут много слухов Ходило то Что типа На крещение Запретят Купаться Я даже купаться Пойду Я вообще в принципе Зараза никакой Не боюсь Иммунитет крепкий? Да иммунитет крепкий Да и вера То что все будет Хорошо у всех У нас прививки сделаны Все нормально И вот носим все время Не боимся Ну штаммов Могут же быть Всякие сюрпризы Могут быть Но О плохом Никогда не думаем Прививку давно сделали уже Как бы И детей Тоже спланировали На это дело Все нормально У меня три прививки Уверенность полная в них? Полностью То что я прочитала Что он не так Активно действует Ну в смысле Заразность больше А Сама заболеваемость Проходит Не так Тяжело Скажем так Поэтому Ну не боюсь Не боимся Почему? Ну неведомо еще Неведомо еще Переболели уже Переболели Так что Обычным ковидом Иммунитет справится Запросто А теперь поговорим О вечности Конкретнее О генплане Морально устаревший Генеральный план Севастополя 2018 года Необходимо Актуализировать Сказал Михаил Развожаев Он сообщил Что в понедельник 17 января Состоялось совещание На котором в ГАУ Институт генплана Москвы Рассмотрели Корректировки Стратегического документа По итогам встречи Специалисты пришли К выводу Что документ Нужно менять Учесть всю Дополнительную информацию И изменения Которые произошли И напрямую Влияют на развитие города Это касается Реального Роста населения И потребностей В инфраструктуре Михаил Развожаев Подчеркнул Что в документ Необходимо внести Территории Комплексного развития города Правила землепользования И застройки Охраняемые территории Особо ценные земли Сельхозназначения Ответит на вопросы Развития Фиолента И других территорий СНТ Глава города Обратил внимание Один из самых Актуальных вопросов Транспортная схема По мнению специалистов Мосплана Ее невозможно Создать без разработки Цифровой Транспортной модели Цитата Мы сможем понять Где и какие объекты Размещать Где и какие Дороги строить Какой скоростной режим На них устанавливать И так далее Напомню Что как только Откорректированный Генплан будет готов Мы в соответствии С законом Севастополя Проведем Публичные слушания Пообещал Михаил Развожаев Но пока Этот документ Готовят к актуализации Город узнает О все новых Строительных проектах На этой неделе Нам Севастопольцам Пришлось Вздрогнуть Новый торгово-развлекательный Комплекс С подземной парковкой Хотят построить Прямо в историческом Центре города На улице Ленина Построить Огромный торговый Комплекс Попытаются На участке Между штабом Черноморского флота И Екатерининским сквером Сейчас там расположена Одна из немногих Бесплатных парковок Где могут оставить Машины люди Приезжающие по делам В центр города Судя по информации Изложенной в концепции Под создание ТЦ Уйдет участок В 5 434 квадратных метров Новое здание Хотят сделать От 3 до 4 этажей А у паркинга Аж 5 этажей Но часть из них Будет под землей В общей сложности Там можно будет Разместить 173 автомобиля В самом же ТЦ Одновременно Смогут находиться 983 человека И пока непонятно Будет ли ограничиваться Доступ к парковке Только для посетителей И будет ли она бесплатной Крыша ТЦ Будет одновременно Смотровой площадкой И судя по визуализации Местом для размещения кафе Хоть в документе Презентующем проект И есть красивые слова Про Сомасштабность Относительно прилегающей Застройки Воздушные лаконичные Объем И большое внимание Которое уделяется Фасадным решениям Возникает сомнение Что красивейшее Здание штаба Черноморского флота Украшающее Городской холм Словно античный храм Теперь будет Видно со стороны Улицы Ленина Да и вообще Возникает вопрос К уместности Размещения Большого ТРЦ В непосредственной Близости от Режимного Флотского здания Но есть и более Веские аргументы Против строительства Огромного стеклянного Новодела В исторической части Севастополя Земельный участок Который может Уйти под застройку Расположен В водоохранной зоне Через его территорию Проходят Высоковольтные Кабельные линии Сети газоснабжения Водоснабжения Теплоснабжения И сети ливневой И бытовой канализации Эта территория Вплоть до сложившегося Рельефа местности Защищается Приказом Министерства культуры Как историческое поселение Федерального значения А судя по иллюстрациям Строителям Нужно будет Серьезно вгрызаться В этот самый рельеф Чтобы обеспечить Заказчика Нужным количеством Этажей и площадей По данным нашего источника Строить и эксплуатировать ТРЦ Будет Общество с ограниченной Морецентр Причем делать все это Хотят в рамках Свободной экономической зоны И не случайно В федеральном законе Номер 377 Который как раз Регламентирует деятельность В рамках этого спецрежима Указано Участнику СЭС Предоставляется Нужный участок Находящийся в госсобственности В аренду Без торгов В порядке Установленном Земельным кодексом Российской Федерации На срок Необходимый для реализации Договора об условиях Деятельности в свободной Экономической зоне Если меньший срок Не заявлен самим участником Звучит как очень выгодный вариант Заполучить лакомый участок В самом центре города Под откровенно коммерческий проект Статус проекта Пока не определен В распоряжении редакции Есть официальный ответ Из Департамента экономического развития Севастополя Датированный 23 ноября 2021 года В нем Директор Денис Профатилов По сути Отказывает частной компании Как раз Из-за многочисленных коммуникаций Которые проходят по участку И его охранных статусов Еще один момент Сейчас участок Откадастрирован так Что захватывает Значительную часть Общественных пространств И улиц Луначарского Это тоже указано В качестве Одной из причин отказа Несмотря на достаточно Однозначный ответ От профильного ведомства Море-центр уже Стало Участником Свободной экономической зоны На сайте Минэкономразвития Указано Что компанию Внесли в единый реестр 27 декабря 2021 года По нашим сведениям Субъект Уже обратился В департамент По имущественным И земельным отношениям С вопросом О выделении земли И если договор аренды Будет заключен Отменить сделку Станет практически невозможно Это показывает Пример с выделением Огромного участка На горе Гасфорта Ночным волкам За копейки Независимое телевидение Севастополя Направит запрос В профильные департаменты Правительства города Чтобы выяснить На какой стадии На какой стадии На какой стадии На какой стадии По этому поводу Думает все в наследие Возможность появления Огромного торгово-развлекательного Комплекса В историческом центре города Почти под окнами Штаба Черноморского флота Прокомментировал Председатель Постоянного комитета По градостроительству И земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов Он подчеркнул Что прежде всего важно Понять отношение Командования Черноморского флота К этому проекту Кроме того Центр города Защищен приказом Минкультуры России Об историческом поселении Федерального значения Предметом охраны В частности Является линейно-ярусная Конфигурация Планировки ансамбля Центрального холма И бутовые подпорные стенки Наконец Необходимо освобождать Историческую часть города От транспорта Развивать центр Как пешеходную зону Где сосредоточены музеи Объекты культурного И исторического наследия Я выступаю Категорически против Попыток разместить Между штабом Черноморского флота Флотским архивом И Екатерининским сквером Пошлого коммерческого Новодела Надеюсь Эту точку зрения Разделяют горожане И все Кому Севастополь Не безразличен Телеканал НТС Направил соответствующий запрос В адрес командования Черноморским флотом И далее тоже о вечном О нескончаемой Истории языковой балки Которую Который год Просто гробит Частный предприниматель Добывая и вывозя грунт На валоопасную территорию Тяжелая грузовая техника Зашла 18 января Об этом сообщили местные жители Люди сразу же Проинформировали О происходящем Департамент природных ресурсов И экологии Правительства Севастополя А также Правоохранителей В известность поставлены Органы прокуратуры Однако же Реакции Остановки Нет Пожалуйста 20 января Утречком Как на работу Камазики Едут И везут По оперативным данным Везут на Аэропорт Бельбек На строительство терминала Туда заворачивают Вот сегодня наши ребята видели Борьба за сохранение Языковой балки Продолжается уже Третий год Практически По одному сценарию После объявления Прекращения работ Техника покидает Участок Максимум Лишь на пару месяцев После чего Добыча и вывоз грунта Возобновляются Есть выигранный суд Севприроднадзором Признание этих работ Карьером Ну вот как же так Вот скажите мне Пожалуйста Почему В нашем городе Не существует Законов Одно и то же место И в течение Уже вот третий год Получается На одном и том же месте Возобновляются Незаконные работы В водоохранной зоне Приносится ущерб природе Люди незаконно эксплуатируют Этот земельный участок Серхозного значения Грунтовая дорога Не предназначенная Для тяжелой Грузовой техники По словам жителей Также пострадала Из-за регулярных Рейсов самосвалов На участок А мы за свои деньги Кровные Вот собираем Вот сейчас 600 метров 900 тысяч 600 метров Всего лишь Вот укатать Засыпать Подсыпать Потому что Невозможно ехать Как после бомбежки Ну почему так При попустительстве Органов власти Убивается Общее имущество На которое Мы вынуждены Ремонтировать Нам больше У нас нет дороги К счастью Всех природнодзор Услышал у людей И проверил Факты незаконной Добычи грунта В языковой балке Сотрудники ведомства Направили копии Материалов Обследования В полицию И в управление Федеральной службы Судебных приставов Сотрудникам которого Предстоит проверить Исполнение судебного решения Запрещающего проведения Работ на этом участке Об этом сообщила Пресс-служба Правительства Севастополя И далее Снова о вечном О борьбе Южного города С внезапным снегом и льдом Учтя прошлый провал Битвы со стихией Оценив риск Еще одного Служебного расследования Руководители Профильных департаментов Транспорта И городского хозяйства Решили подготовиться К обещанной непогоде Более качественно Уже вечером 18 января Для расчистки города От снега и наледи Вывели 18 единиц техники Комбинированных Дорожных машин Камазов Погрузчиков И еще один грейдер Мы продолжаем Работать в таком же Таком же режиме На сегодняшний день Развернут штаб На базе Севастопольского автодора Значит Принято порядка 22 заявок Все заявки Данные обработаны Значит Покрытие дорожное Находится в удовлетворительном состоянии Кроме того Хотелось обратить внимание Что у нас Помимо Достаточно обильных Осадков Еще наблюдается Штормовое Предупреждение Было Из-за ухудшения погоды С самого утра Вторника Перестали ходить катера На северную сторону города В связи с этим В ЭЛО запущено Дополнительно 50 автобусов От площади Захарова До площади Нахимова На всех контрольных точках Расставлены люди Мониторим ситуацию На сегодняшний день Каких-то проблем Явных нет Помня о недавнем Поражении В борьбе за живучесть города Чиновники Сбрали новую Перспективную тактику Видим, что идет Ухудшение погоды Значит, мы выводим Технику И расставляем В определенных местах Скажем так Критические точки По городу Если вы наблюдали То у нас техника На площади у оставших И на троллейбусном спуске И на отдаленных точках Города Севастополя Поэтому стараемся Скажем так Плохую погоду Поймать На опережение На расчистку города Власти мобилизовали Порядка 800 человек Подготовили резерв Из 46 единиц техники Заготовлена Песко-соляная смесь Которая позволит В период ухудшения Погодных условий Сегодня ночью Мы ждем Минус Довольно-таки хороший Соответственно Для посыпки Лестниц Тротуаров И подъемов Которые на сегодняшний момент Будут На оперативном контроле Со стороны наших служб В целом В этот раз Получилось лучше Чем в прошлый Еще пара снегопадов Ледяных дождей И профильные департаменты Абсолютно Оно тренируется Кстати Севастопольцы Высказали свое мнение О том Как городские службы Справились с непогодой В этот раз Я вроде ехала на работу Без проблем В прошлый раз Было ужасно До нового года Было нормально Вы отлично Сработали У нас во дворе Даже посыпали Как бы Службы городские Поэтому мы очень довольны Ну честно говоря В этот вроде как Проблем Особо не возникало Как-то ну хорошо То есть и снежок Был радостное настроение Такое зимнее И в принципе С дорогами Особо вопросов Я лично не заметил Так что в принципе С моей точки зрения Нормально Вы знаете Я на машине езжу Для меня нормально Да это очевидно Но надо посмотреть Комментарии Которые были в интернете Сам водитель Поэтому сам наблюдал Состояние дорог Ну они неудовлетворительные Были Особенно в первый день Вот второй волны Так сказать Зимы в Севастополе Неудовлетворительные Считаю Да вроде нормально Первый снегопад Плохо было Сейчас вроде лучше Все машины ходят Не скользят Все нормально Все хорошо Посыпают дороги Машины все были готовы По новостям показывали Все хорошо Можно ездить Можно ходить Можно Может быть где-то за городом Там вот показывают Все прекрасно Нам нравится Внутри города нормально Продолжаем о вечном О свалках И благоустройстве Самые проблемные районы В этом плане Нахимовский И Ленинский Михаил Лазарев Глава Нахимовского Муниципального округа Заверил журналистов НТС Что в конце прошлого года Все свалки были Вычищены Но по всей вероятности Нужно кардинально Решать вопрос С качественным И своевременным Вывозом мусора Потому что Все свалки Корабельной стороны В новом году Опять оказались на месте В очередной раз Показывая журналистам НТС горы мусора И отходов Валерий Стрюков Председатель Общественной организации Офицерский корпус Севастополя Заметил Что уже можно смело Выпускать учебник По свалковедению Те же разбросанные Остатки старой мебели И спиленные ветки деревьев Все тот же Нахимовский район Ведущий борьбу Не на жизнь А насмерть С настоящей Мусорной эпидемией Мы видим все те же Старые свалки Все те же больные точки Мусорные площадки И искусственно созданные Несанкционированные свалки По-прежнему продолжает Топить город Севастополь Все осталось по-прежнему Та же оптимизация Мусорных баков Тот же лодок Тот же нехватка Мусорных площадок Все осталось по-прежнему Униципалитеты Севастополя Получили 515 миллионов рублей Из регионального бюджета Для реализации полномочий Переданных им От департамента Городского хозяйства Средства предусмотрены В числе прочего На оборудование И уборку Мусорных контейнеров А также Санитарную очистку территорий На долю Нахимовского муниципалитета Приходится сумма Порядка 97 миллионов В телефонном разговоре Михаил Лазарев Глава Нахимовского округа Рассказал о судьбе этих денег А также о том Что стало с двумя миллионами Выделенными в конце прошлого года На уборку мусорных свалок По декабрю месяцу Мы 2 миллиона освоили И полностью все свалки На корабельной и северной сторонах Вывезли Нам необходимо Деньги доведены По отдельно государственным полномочиям В районе 96 и 700 тысяч рублей Сейчас нам необходимо Пройти конкурсные торги После чего мы непосредственно Займемся отработкой По словам Михаила Лазарева Все бюрократические процедуры Должны завершиться к концу месяца Затем новый подрядчик Приступит к своим обязанностям По уборке и вывозу мусора А жители Ленинского района Точнее проспекта генерала Острякова Жаловались нам на прошлогодние мешки С листвой и мусором Грудами лежащие во дворах В принципе Впервые увидев такую картину Можно легко предположить Местная управляющая компания Отлично работает Ведь результат уборки Вот он Прямо перед глазами Однако такая картина Не радует жителей дома номер 30 По улице генерала Лебедя А также соседних домов По проспекту генералов Острякова Под номерами 203А 199 и 197 Горожане устали от подобного соседства Собирал листья Дворник ходил Вкладывал Вкладывал Ну и вот Они до сих пор здесь Куда звонить Там звонили по всем инстанциям Знаю Соседи Где-то И в управляющую компанию Звонили И в исполком Звонили туда Власть Властям Пока лежат Пока не выберут Такая система Журналистам НТС Удалось получить Оперативный комментарий От Ильи Полтавского Генерального директора Общества с ограниченной Ответственностью Управляющая компания Именно эта организация Занимается Обслуживанием Данной территории Организована Дополнительная бригада По вывозу мешков То есть это Газель И два грузчика На этой неделе Активно работаем По уборке Территории Всей территории По району По вывозу мешков И эти конкретные Два адреса Отработаем До пятницы Предположительно Спереду приедут Уберут Кроме того Илья Полтавский Прокомментировал ситуацию С наличием дворников В штате Обслуживающей организации Напомним Коллапс с уборкой Территории Ленинского муниципалитета Случившийся осенью Прошлого года Был связан В том числе С дефицитом кадров В управляющей компании У нас сейчас В штате 65 человек Плюс у меня Работает Значит На подряд Где Ребилитационный центр То есть это Те люди Которые Остались Жизненные ситуации Тяжелые Вот Мы их тоже Привлекаем То есть Порядка 80 человек Переработает На территории Набираем Перстанал Уборщиков Лещных клеток И дворников На сегодняшний день Острой проблемы Такой нет В другом районе В другом районе Проспекта Остряково Мусор Это мелочи По сравнению С тем Что люди Вот уже год Как просят Вернуть В их двор Асфальт Коммерческие Организации Еще в 2020 Меняя Инженерные Коммуникации Не удосужились Привезти Разрытый двор В первоначальное Состояние Официальные Жалобы И обращения Горожан Ни к чему Не привели Как вы видите Дорожное полотно Перепокупано так Что Есть большие траншеи Проезжающие машины Цепляют днищем И естественно Повреждают Выхлопные трубы И днища автомобилей Также Сейчас еще Лед И Это не очень заметно Но когда это все растает И когда дождь Здесь будет сплошная грязь Еще в начале апреля Прошлого года На телеканале НТС Вышел сюжет на эту тему Однако Как показало время На проблему Жителей двух домов Никто не обратил внимания Уже прошло больше года Наши обращения Агнорируются Даже обращались В прокуратуру По всей видимости Так как идут суды И идет разбирательство Это все дело В подвешенном состоянии Как стало известно Журналистам НТС Административные материалы В отношении коммерческих организаций Орудовавших на Внутридомовой территории Сейчас действительно Находятся в суде Здесь идет речь о том Что подрядная организация Которая осуществляла здесь Работы Не осуществила восстановления Соответственно Сегодня находятся в суде И пока не решится Как говорится В суде данный вопрос Вряд ли что-то здесь поменяется Глава Ленинского муниципалитета Прокомментировал Жалобы жителей домов Номер 149 и 147 По проспекту генерала Острякова На общее Неудовлетворительное состояние Дороги во дворе Относительно Дороги Которая здесь разбита Она еще с украинских времен Единственное Что сейчас стало Намного хуже Все это опять же Все прекрасно понимаю Но муниципалитет К сожалению на эту территорию Затей не может Потому что это Придомовая территория В общем Жители домов Номер 149 и 147 По проспекту генерала Острякова Оказались Заложниками ситуации Выход из которой Явно случится не скоро Муниципальные власти Не могут Отремонтировать двор А проблема с восстановлением Асфальта Зависла В суде Хорошая новость недели Севастопольские школы Пополняют Новыми учебниками На 186 миллионов рублей Средства на эти цели Выделены Из федерального бюджета Одна из первых партий Обучающего материала Для начальных Средних И старших классов Поступила в образовательный центр Бухта Казачьи У нас За последние несколько лет Контингент школьников Увеличился Более чем в половину Точнее на 51% И каждый год У нас увеличивается Контингент Плюс Меняется Образовательная программа Меняется собственно Содержательный компонент Поэтому Требует обновления Учебного фонда И вот Закупка учебников Выделены деньги Из резервного фонда Почти 186 миллионов рублей Это Эквивалент Более чем 446 тысяч Экземпляров Образовательный центр Бухта Казачья Получил более 46 тысяч Новых учебников Это одна из самых крупных поставок Отметил Игорь Михеев Мы подразумеваем Что в этом году Как раз Еще будет дополнительный корпус Бухта Казачья Сдан По программе Федеральной целевой программе Развития Крыма Севастополя Появится еще дополнительный корпус Еще на 700 мест Тем самым Мы тоже Уже фактически Заранее обеспечиваем Будущих Обучающихся Учебным фондом Сегодня мы получили 46 тысяч 395 экземпляров На 19 миллионов Это все благодаря Федеральной субсидии Которые Смогли обеспечить Школы Нашего города Благодаря Этой закупке Наши профильные Классы С углубленным изучением Истории Химии Математики Мы смогли Сделать До закупку И наши дети Укомплектованы Учебниками Новые учебники Все севастопольские школы Получат до конца января В целом Книжный фонд Обновят на 70% Но есть те Кто не хочет Чтобы севастопольские дети Спокойно учились И читали вот эти вот Новые умные книжки Утром 21 января В 10 образовательных Учреждениях Севастополя Поступили анонимные Письма о минировании И сообщений В городских Социальных сетях Стало известно Что угрозы пришли И в школы И в колледжи А также В высшие учебные заведения Как сообщил Губернатор города Все сообщения поступили Из-за рубежа С иностранных серверов Все образовательные Объекты были проверены И нигде не подтвердились Угрозы минирования Соответственно Везде уже Нормальная жизнь восстановлена Естественно Все регламентные вещи Которые в таких ситуациях Предписываются В том числе Как и эвакуация На время проверки Все было проведено Ну Это приходится делать Потому что Мы обязаны Особенно По регламенту Правоохранительных органов Такие мероприятия проводить Повода для беспокойства нет Понятно Что К сожалению Неспокойная Обстановка в мире Большое давление На нашу страну В том числе Понятно Что И Севастополь И Республика Крым Тоже подвергаются Таким атакам С точки зрения Психологического давления Ну и очень хорошая Новость недели Севастопольские Зоозащитники Вновь получили Президентский грант Теперь активисты Смогут продолжить Помогать собакам И кошкам Попавшим в беду В прошлом году В нашем городе Появилась Первая специализированная Служба спасения животных 9.1.1 Проект оказался успешным В фонде президентских грантов Высоко оценили Результаты работы Севастопольцев И в 2022 году Решили продолжить Финансирование Этого важного Для города Направление Новости хорошие Фонд президентских грантов Выделил нам грант В этом году Это вот идея Ирины Коробовой Руководителя проекта Все-таки Проект 9.1.1 Немного продлить В силу того Что Ну Собаку невозможно Сразу после клиники Выпускать То есть Собакам зачастую Нужна реабилитация И Здесь будет Вот такая вот Реабилитация Она не Медицинского характера То есть Мы это прекрасно понимаем У нас нет ни клиники Ни условий Ни возможностей Это будет что-то вроде Вот как если бы Собаку забрали Ну а-ля домой Получив поддержку И финансирование Со стороны оператора Грантов президента России Севастопольские Зоозащитники Смогут в разы Увеличить Эффективность Своей работы И помочь Еще большему Количеству Животных В этом году По гранту За 8 месяцев Мы Должны принять Около 60 животных Среди которых В основном Собаки И немного кошек Для кошек Мы тоже будем Создавать особые условия Кошки в этом плане Немного сложнее Чем собаки Потому что им требуется Постоянная Ну достаточно высокая Температура Учитывая условия В которых мы находимся На монастырском Ну нам нужно будет Особым образом Их создавать То есть их здесь Готовых нет В этом году Волонтеры сделают Дополнительные 10 вольеров Для собак И специальную комнату Для содержания кошек Вот такой доброй новостью И закончим обзор Событий Прошедшей Севастопольской недели Мне остается добавить Что за минувшие сутки В Севастополе На свет появилось Пятеро детей Две девочки И три мальчика Будьте здоровы И хорошей вам Наступающей Рабочей недели Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова